Доброе утро! С вами Абьер Станкевич. Сегодня 22 каст из серии «Завтра из Гриблии». И хотел вот поговорить насчет одного случая. Я просто вот сейчас все утро искал, где это отметил, но сейчас нашел. У меня был разговор с одним человеком, который, ну будем так говорить, он вроде как и верит, но непонятно в кого. То ли в Бога, то ли во Вселенную, то ли еще что-нибудь. Мне на самом деле все равно, потому что, будем так говорить, что Бога, кроме нескольких людей на этом свете, живших до сих пор, никто не видел. И как он выглядит, никто не знает. Более того, даже традиция и Тора запрещает вообще рисовать Бога каким бы то ни было, изображать его. Хотя мы видим массу картин, даже массу икон, изображающих Бога Отца. Для тех, кто, у кого Троица как бы не проклатывается, я не считаю, что Троица это все-таки язычество. Ну, мои соболезнования, как говорится. На самом деле об этом говорит вся Библия от начала до конца, что Бог это не как в английском языке или в русском языке, в единственном числе. Везде написано, что Бог, который создает все, он во множественном числе. И он даже переговаривается один с другим. Но это не значит, что у нас много Богов. У нас Бог один, единственный. Но сейчас мы об этом говорить не будем. В этом отдельная есть тема вообще в теологии, которая очень быстро развенчает теорию отсутствия Троицы или теорию того, что христиане поклоняются нескольким Богам. На самом деле мы все поклоняемся и служим одному, единственному Богу. Но этот Бог, он может существовать во многих, так сказать, во многих сущностях одновременно. Причем одновременно, причем в любом месте. И это уникальная способность, которая человеку недоступна. Она человеку недоступна. Хотя мы созданы по образу и подобию Бога. И мы знаем, что наш образ и наше подобие Бога заключается во многом. В том числе, я вот как коуч могу вам заявить, что образ и подобие Бога заключаются, например, в том, что ответы на все вопросы есть у нас в голове заранее заложены под создание мира. На все вопросы у человека есть в голове ответ. Просто человек не умеет этим пользоваться. Вот это отличие Бога от человека от Бога. Бог умеет всем этим пользоваться и он знает все, что было, все, что есть и все, что будет наперед. Человек знает, но не умеет этим пользоваться. Это одно из различий. Другое различие, что человек способен создать все, о чем он только способен помыслить. Это функция, схожая с Богом, потому что Бог видит, Бог говорит и по его слову создается. Человек может видеть, он может сказать, но он должен произвести действие, в отличие от Бога, который действие не производит, хотя мы читаем, что он создал небо и землю и так далее, но он действие фактически не производит в нашем понимании. Например, если мне нужно создать дом, я точно знаю, что мне нужно сделать последовательно, и сколько времени это должно занять в человеческом понимании, чтобы этот дом создать. Для Бога нет ничего невозможного, он может создать в любой момент все, что угодно, потому что это сверхсущность. Метафизики называют эту сверхсущность энергией. И я, скорее всего, согласен, потому что в основе всего лежит энергия. Вы, наверное, видели фильм «Секрет». Большинство из учителей фильма «Секрет» – это очень верующие люди. Причем, чем больше человек умный, образованный, тем больше он верит в Бога. Ну, так получилось, и это называется энергией. Возможно, мы назвали энергией то, что на самом деле является Богом, потому что внутри всего все состоит из энергии. Если мы находимся внутри этой сущности, которая называется Бог, то, соответственно, в каждом из нас есть частица Бога. И вот эти мелкие частицы, которые создают ту самую энергию, которую мы назвали энергией, на самом деле, возможно, называется как-то по-другому. И в замысле Бога это как раз есть, что вот я рядом, то есть я существую, чтобы вы понимали, что без энергии ничего не может происходить. Абсолютный ноль, например, космический, то это место, где нет энергии. Там абсолютно все инертно. И там нет как бы ничего, как-то сказать, жизнь или свет или еще что-то, оно происходит внутри какого-то сжатого пространства энергетического. Например, планета Земля, планета Звезда Солнца и так далее. А между ними есть разряженное пространство, которое называется космос. И в нем все вещества становятся инертными, потому что там нет энергии, там нет жизни. Здесь все полно энергии, здесь все полно жизни. И скорее всего, это один из замыслов Бога, который, вот как написано в Псалме 146, написано, Господь созидает Иерусалим и собирает из знаний, как в Израиле. Он исцеляет сокрушенных сердцем и врачует скорби их. Исчисляет количество звезд и всех, и называет именами их. Мы знаем, что Господь создал небо и землю, и звезды, и луну и так далее, для того, чтобы мы что-то, какие-то видели его дела, которые не подвластны на сегодняшний день человеку. В отличие от Бога, человек не может создать звезду. В отличие от Бога, человек не может создать источник света, равный Солнцу. Человек может создать источник света, но не равный Солнцу. И все это происходит благодаря тому, что существует энергия. И вот эта вот энергетическая зависимость всего, что есть вокруг, она порождает в том числе и отрицательные эмоции, как вот здесь написано, сокрушенные сердцем. И мы, будучи людьми, будем так говорить, достаточно отдаленными от Бога, ну еще со времен Адама, и стремящиеся просто к Нему прийти каждый день, каждым шагом приходим, и то не все. Мы не можем сделать то, что может сделать Бог, что называется, вот так, по мановению волшебной палочки. Вот написано, что он сокрушает, исцеляет сокрушенных сердцем. Можно прийти к человеку, у которого на сердце плохо, да, скребутся кошки, и провести с ним некоторое время, и успокоить его, скажем там, поговорить с ним о чем-нибудь. Может быть, он немножко отвлечется, но стоит нам уйти, как этот человек опять погрузится в свои отрицательные эмоции. Но человек, принявший Бога, и это уже доказано даже, вот что называется, к гадалке не ходи, все этому удивляются, но это есть, и объяснить это мы не можем. Человек, который принял Бога, в нем поселяется вот эта вот энергия, как, знаете, как кнопка какая-то. Вот человеку плохо, если он обратится к Богу, Бог вот эту кнопку вот так вот нажмет, и у человека все хорошо. Человек пребывает в радости, человек пребывает в положительных эмоциях, потому что он живет с другой сущностью вместе, в симбиозе, в таком. То есть мы потихонечку, тем самым, что мы принимаем Бога, возвращаемся в Эдемский сад, где у нас есть неразрывная с ним связь. И люди, принявшие Бога, я знаю таких свидетельств массу, принявшие Бога бывшие наркоманы, они вдруг перестают видеть причину своей наркомании, она им больше не нужна. Ведь для чего, почему человек уходит в наркоманию, алкоголизм и так далее? Очень редко, когда это делается насильно. В большинстве своем люди приходят вот к такому состоянию, именно когда у них в жизни что-то происходит плохое, и они видят безвыходность. И когда Господь приходит в их жизнь, и когда Иисус становится их Господом и Спасителем, они находят вот этот свет, о котором говорил Иисус. Который говорит, что будьте светом и солью, это то, что от нас требуется. И когда у человека есть, перед человеком есть свет, то есть человек стремится к свету, если он добрый человек, и когда у него в жизни есть польза, то есть он соль в себе несет, то есть что-то, что делает мир другим, у него появляется цель в жизни, у него появляется вот эта энергическая связь с Богом, то есть он становится частью всего этого, в духовном плане я имею в виду. Поэтому, если мы читаем весь Новый Завет, там написано, что мы боремся с плотскими всякими там помышлениями, но не с духовными и не с душевными, потому что там есть связь с Богом. И вот эта вот связь с Богом, это кнопка, это такой пульт дистанционного управления, когда если нам плохо и нам стоит обратиться к Богу, вот достаточно просто слово почитать, как все становится по-другому, все становится ярче, все становится интереснее. Мы забываем причину своего сокрушения сердца, и в этот момент мы понимаем, что на самом деле вот эта вот сверхэнергия, которую мы назвали энергией, возможно, Бог по-другому ее назвал, я не знаю, но мы назвали ее энергией, вот эти вот вибрации, там их некоторые называли, они начинают в нас играть, потому что это не мы их создаем, их создает Бог пультом дистанционного управления для тех, кто к нему подключен. Вы можете взять, например, вот у нас в Израиле есть два основных оператора телевидения кабельного, это ЕС и ГОД. Значит, вот я, например, могу взять возле телевизора стоять и пультом от ЕС, если у меня ГОД на телевизоре, да, то я могу пультом от ЕС щелкать до позеленения, ничего не произойдет, мне нужен именно пульт дистанционного управления от коробки ГОД для того, чтобы он сработал. То же самое, когда мы в отношениях с Богом, то этот пульт работает на нас, Бог делает вот так, и у нас все становится на место. Пока мы с ним не в отношениях, у него пульт не от нашей коробки, мы можем вызывать к Богу сколько угодно, пока мы не приняли его в сердце своем, этот пульт не сработает. И поэтому здесь написано, что Бог, Он созидает, Он исчисляет, Он называет и Он исцеляет. Он делает все одним вот щелчком пальца, будем так говорить, да, то есть Он что-то, Ему что-то надо, мы ведь часть Его программы, Ему что-то надо, мы это получаем, потому что мы к Нему присоединены. И если мы к Нему не присоединены, мы можем просить Его, ну Господь, ну сделай, ну пожалуйста, ну не работает, это разные коробки, разные пульты управления, не сработает. Мы управляемся правителем мира сего, человек, вернее, люди, которые не с Богом управляются правителем мира сего, а люди, которые с Богом управляются Богом. И это разные коробки. Поэтому человек, живущий с Богом, не может поддаваться мирским кнопкам управления, а человек, живущий не с Богом, не может поддаваться божеским кнопкам управления. Но Господь сильнее мироправителя зла, и если человек этот нужен Господу, он его призовет моментально. И это написано в Писании, что никто не может прийти к Иисусу, кроме как если Отец Небесный призовет его. То есть у Бога есть власть над всеми, но он хочет, чтобы мы сами сделали свой выбор. И вот если мы опираемся на собственный выбор, то это приближает нас к Богу, когда мы остаемся с Ним, и Его пульт управления подходит теперь уже и к нам, и стоит нам действительно в вере попросить, все, что не попросим, оно сбудется, и дано будет нам, и так далее. Потому что эта энергия, энергия создает все. Энергия Бога, она создает все, и нас, и все вокруг нас, и что мы видим, и что мы не видим. Поэтому наша задача – это предложить человеку быть подключенным к правильному провайдеру, то есть правильному провайдеру благодати. Мирская благодать – это неправильный провайдер, она дает благодать в обмен на душу. А божеская благодать, она никогда предпечали с собой не приносит и только обогащает. Вот нам нужно нести свет, нести Евангелие для того, чтобы люди подсоединялись к правильному провайдеру, правильной благодати, где благодать безусловная, никто за нее не требует ни души, ни сердца, ни денег, ничего. Она просто есть, потому что Бог нас любит, мы – Его создание. Поэтому будьте всегда подключены к правильному источнику энергии, будьте подключены всегда к правильной программе и несите эту идею в мир. Я думаю, что это одно из таких метафизических объяснений, может, немножко запутанное и сложное, по крайней мере, то, что я увидел. И пусть этот день будет благословенным. Прислушивайтесь, когда возле вас срабатывает вот этот вот пульт управления, получайте. Бог дает всем безупреку, как написано, но если мы в нем не сомневаемся. Благословенного вам дня, благословений вам, вашей семье, тех, кто нуждается в молитве прямо сейчас, я провозглашаю именем Иисуса Христа. Выздоровление, исцеление полное и пусть по вере вашей будет вам. Всего доброго, до встречи завтра, как обычно, в «Завтрак из Библии» номер 23. Пока.